Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи известный украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, начать наш разговор я предлагаю с африканского воежа и вот этой очень интересной ситуации, когда представители ЮАР не слышали взрывов, Зеленский удивляется, как можно ехать после такого в Петербург. Собственно, достаточно много об этом событии, сломалась копия, одни говорят, что какая-то постановка, какой-то цирк, другие в принципе удивляются с позиции африканских товарищей. Есть такое впечатление, что африканские товарищи, они как бы были предупреждены и действовали так, ну там не потому, что ничего не слышали, а потому, что у них был такой строго выписанный план определенных действий. Играли ли африканские товарищи или не играли? И вот ваше впечатление вообще о их позиционировании? Я буду высказывать свои играли. Срабатывали определенные... Более того, я еще раз подчеркну. Сценарий четко продвижения тезисов о том, что заключение так называемого мира, российской страной, невозможно без диалога с оккупантами. Собственно, они склоняли к этому президента Украины. Поэтому вы абсолютно справедливо заметили, это следует рассматривать в одном контексте. Другое дело, что украинская сторона чутко заявила, мы не дадим себя или склонять. И давайте посмотрим на заявление лидера Южноафриканской республики уже после стрела, то есть уже по итогам визита. Речь идет о возможном визите Путина на заседании БРИКС. Вот это показатель. Александр, это подтверждение того, что отрабатывали четкий сценарий поездки. Не более того. Что происходит на передовой сейчас? И вот эти разговоры о успехах, неуспехах украинского наступления, зависимости Запада, политических кругов Запада от успеха или неуспеха наступления ВСУ. И, ну, давайте так, скажем, да, западная пресса там пестрит подробностями, что не получается. Ну, вот есть какое-то вот такое грустное наступление, есть вот, собственно, много причин, чтобы, ну, не то чтобы его хейтить, да, а говорить о том, что вот первый этап не так быстро, ну, как медленно запрягают и едут пока не так быстро вооруженные силы Украины, а, мол, нужно торопить ВСУ до саммита в Вильнюсе для того, чтобы, ну, там уже в июле увидеть сражение за Мелитополь, за Бердянск. Как вы, с точки зрения военного анализа, относитесь к подобным публикациям? Ну, и, конечно, что мы имеем на практике? Действительно, Запад гонит Украину вперед ближе к саммиту, вот к этим числам? Александр, ну, есть отдельная публикация. Вашингтон-Пост это еще не показатель общих настроений. Давайте говорить о том, что... Политику, СНН, я, ну, я не просто Вашингтон-Пост привожу только их. Они тоже все говорят о том, что есть политическая зависимость и, ну, требует Запад успехов для того, чтобы сохранить финансовую поддержку, консолидацию вокруг Украины. Продолжайте, пожалуйста. Александр, а теперь давайте говорить о том, что это заявление неполитических лиц Запада. Второе высказывание, ну, скажем так, определенных, даже неполитических. Александр, есть четкое заявление премьер-министра Великобритании о том, что характер военно-технической полиции в Украине будет увеличен. Это заявление совместно с заявлением администрации Соединенных Штатов Америки. А за публикацию Вашингтон-Пост и ИНР, ради бога. Это формирование общественного мнения. Я не исключаю вопроса возможного, так называемой джинсы, причем заказного ее характера. Более того, Александр, давайте вспомним и заявление премьер-министра Великобритании и Соединенных Штатов о том, что кроме военно-технической помощи Украине предоставлена необходимая финансовая поддержка для удержания стабильного характера украинской экономики. Более того, консолидированная позиция стран НАТО. Мы будем с Украиной до тех пор, пока Украина не победит в моменте военно-технической помощи нашей стране. Последний рамштайн. Увеличение военно-технической помощи. Причем именно по текущему моменту. То, что нам наиболее необходимо. Необходимы нам снаряды. Необходима нам бронетехника. А по поводу удачного-неудачного характера наступления тут следует отметить и саму позицию Запада по поводу предоставления нам самолетов. 5-16 нас долго пытались переубедить в том, что самолеты не нужны. Достаточно будет систем армейского ПВО, которые прикроют разворачивание и соответственно наступление вооруженных сил Украины. Оказалось, нет. На данный момент Российская Федерация использует тактику так называемой гибкой обороны. Дает возможность нашим штурмовым подразделениям выйти из-под так называемого козырька ПВО и соответственно дальше по ним работает авиация и ствольная, ну, средства поражения, ствольная реактивная артиллерия. Достаточно эффективная, скажем так, тактика. Причем она применялась и с вооруженными силами Украины в моменте боев в районе Бахмута. По поводу продвижения захлебнувшегося контрнаступления, давайте говорить о том, что по оценкам западных специалистов запорожское направление, где они ожидают, скажем так, прорыва в сторону либо Бердянска, либо Мариуполя, считается наиболее эшелонированной в моменте инженерно-фортификационных сооружений. Три линии созданы оккупантами. Это признают сами западные специалисты, что по уровню оборонительных сооружений подобного характера не было со времен Второй мировой войны. Да и во Второй мировой войне такого характера инженерно-фортификационных сооружений не было. Поэтому то, что мы сейчас столкнулись, это а. Отсутствие авиации, б. Отсутствие фактически средств разминирования, их не в достаточном количестве. Нашпиговано все практически минными полями, которые, соответственно, прикрываются средствами поражения без воздуха. Очень тяжело прорывать эшелонированных, характер обороны. А по поводу захлебнувшегося наступления, ну давайте говорить о том, что там не последнюю роль играют и погодные условия. Дожди опять. И опять невозможность использования вооруженными силами Украины тяжелой бронетехники. Да даже не тяжелой, мы колесную даже не можем использовать. Тем не менее, есть успешный характер продвижения и в Донецкой области, так называемый Временский уступ. И, соответственно, в Запорожской. И все рассказы о том, что нет продвижения, но не соответствуют. Сегодня ночью была резкая активизация противостояния Запорожской области, как раз в районе Ореха и Лобкова. Временский уступ, как таковой, он прекратил существование. Те попытки россиян контратаковать в районе Макаровки, оно фактически были разбиты вооруженными силами Украины. Введение 127-й дивизии, оно практически ни к чему не дало. Ее разбили на момент ее продвижения к населенному пункту. Есть успешный характер продвижения в районе Бахмута? Да, не те, скажем так, параметры, которые ожидают страны Запада и, соответственно, украинское общество. Но тут вопрос, Александр, к полезным идиотам, которые искусственно подогревали градусы ожиданий в украинском обществе, говоря о том, что данное контрнаступление будет иметь решающий характер. Причем следует отметить, что подобные заявления делал даже представитель, не представитель, а руководитель Гурмол Буданов. Причем делал их после заявления министра иностранных дел Украины Кулеба, который говорил о том, что ни в коем случае нельзя использовать риторику решительного контрнаступления. А где Буданов? Ну, хороший вопрос. На месте Буданов? Вы имеете в виду появление сообщения о встрече Юсова и Буданова? Ну, смотрите, во-первых, появление сообщения о встрече Юсова и Буданова, где Буданов кушает хорошо, хороший аппетит. Странная какая-то фраза. А дальше, как бы, понесли некое немецкое издание, вот, узнала, пообщалась с врачами, что Буданов где-то в коме. Президент выходит и говорит, что был военный кабинет, присутствовал заложный, Буданов. Но здесь же, понимаете, в чем дело? Срабатывает вот этот принцип, да? Это, ну, как бы, там, ваша дочь, проститутка. Так у меня сын, ну, а поди теперь докажи. Ну, вот, как бы, вот очень интересная история с этой точки зрения. Буданов ранен, Буданов в коме, Буданова никто не видел. Покажите Буданова. Ровно то же самое, что мы проходили с заложным несколько недель назад. Да и заложного тоже мало кто видит. И все равно кричат, покажите, покажите, что с заложным. Он руководит, он не руководит, дееспособный, недееспособный. Прокомментируйте эту ситуацию. Ну, это, в принципе, та же ситуация, как и с кадыровским военачальником Дилимхановым, который то ли убит, то ли ранен, вот, оказывается, он не был. Это, в принципе, часть информационно-психологических операций российской страны. По заложному. Вы помните аналогичный был Хейт. По поводу и ранения, и его, чуть ли не, скажем, недееспособности. И, возможно, даже гибели. В то и оказывается, доложность жив-здорова не вредит. Та же ситуация по Буданову. Вы знаете, ну, когда сообщают российские, ри-а новости сообщают о том, что ракета попала в соседний кабинет с Буданова, вопрос, если учитывать то, что боевая часть, там, 450-500 килограмм, тут, конечно, возникает вопрос компетентности российской стороны. Тем не менее, я не исключаю, знаете, ну, определенных возможных информационно-психологических операций Украины. Второе, по поводу Буданова. Давайте говорить о том, что его информационная активность, по всей видимости, ну, скажем, начала вызывать вопросы украинской стороны. Я вам навел пример, когда заявление о Буданова пошло вразрез с официальной позицией и администрации президента, и соответствием Министерства закордонных справ Украины. Причем это заявление не одно. Накануне контрнаступления Буданов говорит о том, что мы готовы к контрнаступлению, но обеспечения вооружением недостаточно. Это на фоне заявления Столтенберга о том, что мы исполнили фактически на 98% запросы вооруженных сил Украины. Причем речь даже идет не о 98%. Вспомним интервью за Лужного, за экономист. Нам надо 300 танков, 700 бронемашин. В итоге дали 1500 бронемашин. И появляется руководитель ГУР, который делает, ну, мягко скажем, контроверсийные заявления. Давайте вспомним его заявление по поводу того, что до конца весны мы войдем в Крым. Александр, вы, наверное, тоже уже приготовили плавательные, правильно, принадлежности и представляли себя летом на набережной Ялты. А потом выходит Юсов и объясняет, да это возможный сценарий. О каком возможном сценарии идет речь, если это заявление руководителя ГУРМОУ? И для стран НАТО, руководителей стран НАТО, подобный характер заявления, он не понятен, как и публичность руководителя военной разведки. Я не исключаю, вы знаете, возможности того, чтобы у данного дали, ну, скажем так, понять, что медийная активность его не совсем соответствует характеру деятельности Главного управления разведки Министерства обороны. А как по-другому объяснить, извините, его резкое исчезновение с экрана? Вы знаете, когда Юсов заявляет о том, что он работает, конечно, работает, давайте вспомним его последние медийные активности по четыре эфира в день. Александр, это при том, при всем, что на Западе руководитель военной разведки, это не публичный человек, а у нас даже жена руководителя военной разведки, публичный человек. То есть это нонсенс. Поэтому я не исключаю, что это и с украинской стороны информационно-психологической операции дать понять временное отсутствие Буданова в информационном пространстве. И помните последний ролик? Ну, слава богу, дошло до руководителя Агур, что лучше помолчать, чем давать ненужные комментарии. Александр, вы объясните, даже момент поинформированности ГУР по поводу запасов крылатых ракет у страны-оккупанта. Вы помните, как нам пытались объяснить, что та ракета осталась-то на два-три раза? Потерпите, да и все. А потом, оказывается, опять выходит представитель ГУР и говорит о том, что что бы неплохо, но у Российской Федерации, оказывается, есть возможность возобновления ракетного потенциала. И ракетные обстрелы будут продолжаться и в дальнейшем. Это информированность ГУР. Александр, последнее заявление. ГУР выходит с заявлением о том, что российская сторона подорвет завод «Крымский титан» в Армянске. Но один момент. Это заявление прозвучало на следующий день, после того, как я вышел на центральный телеканал и объяснил, что подрыв Каховской ГЭС это лишь один эпизод в цепи планируемых Российской Федерацией провокации искусственных техногенных катастроф, и в том числе подрывка завода в Армянске. Спасибо ГУР, они подтвердили информацию о право и справах. Но это не один эпизод, Александр. 9 числа мы в вашем эфире. Помните, перед 9 маем говорили о возможности провокации российских спецслужб в моменте нанесения якобы украинскими беспилотными аппаратами ударов по гостевым трибунам в Москве на момент прохождения парада. Выходит опять ГУР. 9 числа возможны провокации российских спецслужб. Спасибо. Но есть один нюанс. До момента, буквально за месяц, до момента широкомасштабного вторжения мы дали информацию о возможности проведения искусственной техногенной катастрофы российскими оккупантами в Славянске. На следующий день американская сторона подтвердила эту информацию, заявила о том, что возможен характер проведения операции российской стороной под так называемым чужим флагом. Выходит ГУР. Они тоже поинформировали. И говорят о том, что за нашей информацией есть утечка аммиака на предприятиях в Горловке. И тут казус. И не, скажем так, неприятный. ОБСЕ проверяет информацию ГУР, и она оказывается неподтвержденной. Чему давать подобный характер заявления? Это дискредитация работы Главного управления разведки Министерства обороны. Александр, у нас, скажем так, эфир ограничен. Примеров можно приводить предостаточное количество. Я подвожу черту. Удана, отсутствие Абудана в информационном пространстве, по всей видимости, это и момент, скажем так, усталости военного руководства Украины от его чрезмерной информационной активности. Ну, то есть наказали просто. Ну, как, дали понять, что лучше помолчать. И видео, когда он молчит, оно весьма красноречиво. Александр, просто чтобы вы понимали, понимаете, вы помните, давайте закроем тему с Будана, чтобы больше не возвращаться. Вы помните возможность, когда встал вопрос, Буданов поднял вопрос о, скажем так, ответственности работников Службы безопасности Украины за убийство украинского переговорщика. Помните этот момент? Это удар был по СБУ. Чем он был продиктован? На мой взгляд, Буданова просто готовили на должность главы СБУ, прекрасно понимая, что ГУР он завалил. Вы помните скандал с закупками в Министерстве обороны? Как-то очень синхронно. Я не исключаю, что это была контролированная утечка информации именно с ГУР, когда Буданова хотели перекинуть на Министерство обороны. Вы помните, даже с данной инициативой выходил Арахамия. Потом, правда, признали, но как-то неправильно. Министр обороны – это гражданское лицо. То есть, ну, по всей видимости, Кирилл хороший парень, он профессионал, вопросов нет. Как диверсант. Но военная разведка – это несколько другое. И это, по всей видимости, начали понимать соответственно в центрах принятия решений. В настоящих центрах принятия решений, понятно. Прозвучало как диверсия вчерашнее массовое сообщение с публикацией приказа Ивано-Франковского городского военкомата о том, что, ну, все, всеобщая мобилизация, прям как, не знаю, не хватало только, ну, какого-то, не знаю, там, Левитана, да, который, да, по радио, да, в каждый дом зачитал бы этот приказ о том, что все предприятия, всех форм собственности, в общем, там целый список. Военкомат собирает всех, вот прям буквально всех. И все должны явиться и вперед из песни, так сказать, пополнять ряды вооруженных сил Украины. Очень ярко это все разошлось, растиражировалось. Что произошло в Ивано-Франковске? Дмитрий. Александр, я опять буду высказывать свое исключительно, свое мнение. Своенкомат это хорошо. Вы помните, мы в свое время с вами обсуждали активность одесских военкоматов. Чем были связаны публикации видео? Вы помните, как задерживали на улицах Одессы? А потом появляется информация о наличии у военкома элитной недвижимости в Испании. Я не хочу кидать тень на Ивано-Франковского военкома, но учитывая степень коррупции в военкоматах, на мой взгляд, речь идет о так называемом добровольном принуждении. То есть дают понять потенциальным призывникам надо договариваться. Опять это мое мнение, на мой взгляд. Но объясните мне, почему до сих пор элитная недвижимость военкома в Испании остается за членами его семьи? Точно так, как и, соответственно, офисные помещения. Почему они не переданы? Куда? Не проданы, не проданы просто. С чего их продавать? Ну, погодите. Ну вот, появилось. Ну, а как же украинская общественность в Испании? Не, ну, погодите. Надо проконтировать и, соответственно, а как, извините, правоохранительные органы? Так а что незаконного в покупке? Вопрос, откуда деньги? Вот вопрос. А где деньги, Зим? Александр, это самый ключевой вопрос. Откуда деньги? 4 миллиона долларов, Александр? У военкома. И у меня такое, знаете, мнение, что Ивано-Франковского военкома просто задавило. Жаба? Жаба, да. Подождите, а почему у Одесского военкома есть недвижимость, а мне на пенсию? Я опять-таки, это мое исключительное мнение. На мою думку, как говорится, Александр, согласитесь, это выглядит как минимум, ну, правильно сказали, идеологическая диверсия. Это на фоне, опять-таки, появления сообщения, что Служба безопасности Украины выдвинула ряд новых обвинений руководству Министерства обороны. Миллиарды гривен украли, Александр. Закупили 3 тысячи бронежилетов на сумму 130 миллионов гривен. А причем их реальная стоимость 30 миллионов. То есть 100 миллионов украли. Как вы считаете, никто не знал об этих схемах с руководством Министерства обороны? Или никто с руководством Министерства обороны не знает о схемах военкомов по поводу обелечивания так называемого? Александр, если в сети есть расценки опубликованные, то, соответственно, это опять-таки, давайте называть своими языками, ну, своим языком и мовы профессионалов, это контролируемый брос информации. Суммы названы. Договаривайте. Вы объясните, каким образом Министерство обороны могло приобрести некачественную зимнюю одежду? Представьте себе, 900 миллионов гривен. Об этом не знал министр обороны? Или он не знает о тех коррупционных скандалах, которые происходят с этими военкомами? А где реакция Министерства обороны по поводу вот этого заявления Ивано-Франковского военкома? Нет, на самом деле здесь можно, конечно, смеяться, но это совсем не смешно. Вот Ивано-Франковский, это совсем не смешно, это, ну, это действительно приказ военкомата и объявление всеобщей, внимание, мобилизации. То есть все, кто может как бы держать в руках оружие, должен прийти в военкомат, а его там уже направят куда следует по всему Ивано-Франковску. Это действительно очень, ну, это не просто так волна, да, поднялась информационная. Это приказ, и, соответственно, приказ надо исполнять. Просто что возникает же, ну, почему это так важно? Смотрите, мы же начинали с вами, да, по поводу там негативного там освещения украинского наступления. О том, что потери большие. Понятно, там Путину, ну, Путину понятно, да, можно, да, говорить какие угодно цифры, там, можно их опровергать, и пять патриотов, и, не знаю, там, один к десяти, или там один, там, в общем, потери, соотношение потерь. Понятно, это сторона противника. Но когда вот Ивано-Франковский военком выдает такую бумагу, все как-то понимают, что, извините, людей не хватает на передовой. И вот такой вывод напрашивается. В силах Украины один миллион. И у нас численное превосходство над российскими оккупационными войсками. Более того, у нас созданы оперативные резервы. Абсолютно правильно подметили. Объясните, как тогда дать понять Западу, что у нас еще есть оперативные резервы. Они не введены в наступление. Мы сохранили возможность наступательного потенциала на фоне вот такой, извините, инициативы руководителей Ивана-Франковского центра территориальной комплектации. Весьма контроверсийно. И опять я еще раз подчеркиваю, Александр, отсутствие полной реакции и комментариев со стороны Министерства обороны Украины. А что это было вообще? Объясните. Это действительно четкий сигнал о том, что есть некомплект. А на фоне вот этих всех все пропало, контрнаступление захлебнулось. Это вообще выглядит как идеологическая диверсия. И тут стоит вспомнить заявление нашего президента о том, что надо менять военкомов. Раз ты такой решительный, вперед. А вы же видите, что заявление было, а что мы видим по факту? По факту ничего, Александр. А почему Министерство обороны сопротивляется выстроенной связи, вертикаль связей? Это не инициатива, я еще раз подчеркиваю. Если крадут на 1 миллиард, если все понимают стоимость реальную бронежилета, но при этом, сука, подписывают документы, 100 миллионов на одной сделке вывезти, Александр. Значит, он понимал безнаказанность данной коррупционной схемы. Это одна схема, Александр. Несколько миллиардов ушли государственным фирмам на закупку вооружения. Знаете, в чем, ну, как говорится, прикол? Антикоррупционеры выходят, говорит, а шансов вернуть их нет. Как нет? Вот в чем вопрос, Александр. Президент может выступать с инициативой замены, но кто будет ломать схемы? Ну да. Кто будет рубить курицу, которая несет золотые яйца? Почему тот же Одесский военком до сих пор не устранен, хотя бы не выведен, в центре коррупционного скандала, Александр? Вопросов более чем предостаточно. Ну и, конечно, да, это тоже важно понимать, что когда, ну, там, очередной знакомый, знакомый знакомого призывается по повестке вооруженные силы Украины, направляется для начала в учебную часть, его всем миром одевают, ему покупают там берцы, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, там целый список, причем там есть список, это для того, чтобы пройти учебку, нужно помочь, да, человеку, а потом, когда его отправляют вместе с, ну, скажем так, Это помочь непосредственно воинской части. Да, помочь части, потом помочь непосредственно перед тем, как выдвигаться куда-то, скажем так, на передовую, купить там, не знаю, там, трон, тепловизор, прибор ночного видения, ну и так далее, и так далее. И это все, как бы, опять-таки, ну, там, за условно-народные деньги. Ну, одно дело, когда ты условно... Александр, не только народные, извините, я вас перебью. Мытница, таможня доявляет, 670 вантажей гуманитарных грузов пропали. Как пропали? Если это прерванный транзит, вопрос к вам. Что значит пропали? У нас Бермудский треугольник или что? Вы представьте, объемы какие. Александр, это не одна фура. И просто констатация факта. Мы констатируем. Гуманитарных, Александр, уже собирала Европа. Речь идет не о том, что даже в середине Украины. Вы представляете, какой-то удар по международному престижу страны? Да. И дальше появление. Это не только те, которые там наши собирают. Это европейцы собирают и отправляют. И 650 грузов пропало. Друзья, пожалуйста, напишите, что вы думаете. Поставьте лайк под этим видео. У меня финальный вопрос для Дмитрия. И он звучит так. Дмитрий, вы неоднократно, ну, скажем так, публично комментировали деятельность главы Луганской областной военно-гражданской администрации Гайдая. Комментировали заявление, комментировали публичное проявление. А вот на днях произошло, ну, невиданное. С одной стороны, мы помним, что, как бы, Гайдай становится кандидатом в послы Украины в Казахстане. Его оттуда попросили, сказали, пришлите нам, пожалуйста, дипломата, а не экс-руководителя военно-гражданской администрации. Но потом он это все опроверг, говорит, мол, документы еще там, и, ну, все-таки еще рассматривают этот вопрос. Но, как бы, все послушали, и опять неделя за неделей тянется, ничего не понятно. Есть у нас посол в Казахстане, нет у нас посла в Казахстане, гайда это, не гайда это. А тут приходит очень интересная история. И, ну, сообщается, что 23 июня президент собирает Совет национальной безопасности и обороны. Там будут очень серьезно рассматривать вопрос с бомбоубежищами, мол, не справилась в Киеве местная власть. И есть уже такие прогнозы, что Кличко будут сбивать с должности главы администрации киевской городской. Мэром он как бы останется, ну, это выборная должность, ничего не поделаешь, а вот как бы с главой администрации его собьют. И там тоже в возможном списке вот этой, ну, не знаю, претендентов на эту назначаемую должность исполнительную оказывается Гайдай. Что вы скажете по поводу вот этих, скажем так, движений, когда Зеленский сбивает Кличко, собьет или нет, что вообще происходит на политическом уровне, ну, и почему, если не Казахстан, то Киев? Ну, давайте по Кличку первое. Ну, во-первых, скажем так, руководство районов фактически не подказать ученикну Кличку, правильно? Это назначение напрямую по зампрезиденту. Поэтому Кличку уже обрезали фактически в плане полноважения. И тут вопрос по поводу бомбоубеж не Кличку, а непосредственно к руководителям района, которых назначали непосредственно по президентской квоте. Раз. Обьет, не собьет, но это не первая попытка сбить Кличка. Вы помните усилия Богдана, но они, в принципе, не увенчались успехом. Да, могут сбить с должности руководителя КМДА, но мэром Киева он останется. Назначили это выборная должность. Здесь сделать ничего не смогут. По поводу назначения Гайдаяна, это будет плевок в лицо киевлянам. Это уже не мое, это приватная думка. Понимаете, назначение Гайдаяна должность Луганской области, это был плевок в лицо Булганчана. Ну, весьма такая интересная личность. А почему? Ну, вроде бы как он с Луганской области, поэтому... Александр... Ну, там, понимаете, в чем дело, как сообщили нам пару дней назад, что там он и еще кто-то, да, вот, они вроде как отказались от этих ротаций, и вполне возможно, опять нужно будет искать вот кого-то из орбиты или самого там Кирилла Тимошенко, да, в прошлом, заместителя Ермака. Александр, ну, давайте говорить, ну, по Гайдаю. По Гайдаю, по всей видимости, Казахстан тоже, ну, скажем так, мониторить ситуацию и назначать, скажем так, утверждать послом человека с отрицательным бэкграундом, они навряд ли согласятся. Это, опять-таки, удар по самому Казахстану. Коррупционные схемы, которые процветали в Луганской области во времена Гайдая, это, ну, не одно уголовное дело. К сожалению, ее правоохранительная система абсолютно не дала вопрос на многочисленные мои заявления по поводу рассмотрения либо возбуждения уголовного производства фактов откровенных коррупционных действий руководства Луганской обл. администрации. Я думаю, Казахстан додавит все-таки ситуацию, Гайдая не будет послом, мне так кажется. То есть, он может рассказывать что угодно, но в данном случае речь идет о престиже не только Украины, но и, соответственно, непосредственно Казахстану. Если будет принято решение назначения Гайдая на должность руководителя КМДА, я еще раз подчеркиваю, значит, решили ставить на потоки. То есть, человек устраивал в моменте, ну, скажем так, что такое Луганская область? Александр, это Бермудский треугольник, где тонули миллиарды гривен со времен Туки, Комарницкого и остальных. Причем, ну, давайте говорить о том, что усилиями права и справы был снят не только Гайдай, ну, мы там, скажем, все-таки внесли определенную лепту, ну, соответственно, Тука и Комарницкий, которых мы поймали, Тука 4 миллиарда хотел закопать в так называемый аэропорт Северодонецка. Представляете, сейчас бы россиянам подарили, в принципе, фактически готовый новый аэропорт. Слава Богу, мы заблокировали эту схему. Комарницкий погорел на коррупционных схемах строительства моста через Северский Донецк в районе станицы Луганской. Там, ну, страшные были коррупционные схемы. Ну, а, к сожалению, Гайдаю, ну, вот, это большое будивничество. Помните эти вот как раз объекты в Луганской области. И представьте уровень финансирования, который направлялся соответственно в данную область. По всей видимости, человек абсолютно устраивал в моменте контроля. Поэтому он до сих пор и находится в определенной обойне. Но опять-таки, я еще раз подчеркиваю, офис у президента стоит пересмотреть подобные вещи. Это отрицательный бэкграунд. И рано или поздно война закончится нашей победой и станет вопрос, по данным персонажам. Причем он станет очень жестко. И по поводу коррупционных схем, которые данные персонажи так или иначе, ну, скажем так, притворяли в жизнь. Они скажут, мы победители. Чего вы? Ну... Победители не судят, Александр. Это будет внутренний суд. Так, внутренний. Все вместе ковали победу. Вон, смотрите. Ну, а это... Там, не знаю... А это новый Мерседес просто, скажем так, пылиться в гараже. Это так. Ну, это просто... Как бы, Бог дал, Бог взял. Дмитрий, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо вам, Александр. Друзья, берегите себя, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся обязательно. До скорого.